Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня в гостях Мартин Малек, известный политолог, неизвестный политолог из Австрии. Евгений Кудриц, журналист из Германии. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, господин Мартин. Ну что ж, уважаемые гости, у нас есть ряд тем, которые я хотел бы с вами обсудить. И давайте начнем со статьи, которую Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, опубликовал в журнале Economist. Все могли, кто владеет английским языком, прочесть эту статью на «Есвободном доступе в интернете» на сайте Economist, чему я, кстати, всех призываю читать в оригинале материалы. И я думаю, что мои сегодняшние гости тоже знакомятся с этой статьей, и мы можем обсудить отдельные тезисы этой статьи. Ну что ж, начнем с вас, господин Малек. Господин Малек, вот смотрите, вот эта статья, она, безусловно, сделала определенный резонанс. Не только потому, что это главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, который очень редко высказывается, но еще и потому, что там были им сказаны ряд тезисов, которые представляют интерес. Ну, например, Валерий Залужный считает, что в России готовится армия мобилизированных солдат, там в размере 200 тысяч человек. И зимой, либо весной следующего года Россия готовится к усилению своей агрессии, давления, либо походу на Киев, либо попытке совершить агрессию в южных областях Украины. По мнению Залужного, благоприятный для Украины сценарий — это если такое вторжение состоится в марте, потому что больше времени подготовиться к нему. Менее благоприятные — это, соответственно, в феврале. И совсем неблагоприятные — это если подобное вторжение состоится в январе. Понятно, что есть тот элемент политики, и это интервью, оно как бы идет на внешний контур и призвано сподвигнуть западных союзников к предоставлению Украине большего объема вооружений, которое необходимо Украине для достижения своих целей. Господин Марик, вот как вы оцениваете вообще интервью Залужного, и как вы оцениваете угрозу повторного полномасштабного наступления России на том или ином участке фронта, а в начале следующего года? Ну, я, естественно, с большим интересом всегда встречаются публикациями главнокомандующего вооруженными силами Украины. Но надо, естественно, давать себе очередь о том, что это, ну, такие публикации имеют определенные цели, да? И вот такой человек, тем более в такой ситуации, которую мы все прекрасно знаем, наверно, ни один главнокомандующий мир, кого он не сделал бы, говорит в таких публикациях или пусть интервью все, что он знает о ситуации или все, что военная разведка и контрразведка докладывает. Это просто исключено. Это не может просто так убить. И это во-первых. Во-вторых, я согласен с вами, если вы имеете в виду, что он хочет таким образом, ну, в конце концов, поплатиться к западным странам и уговаривать или убеждать необходимости предложить помощь во всех сферах, далеко не только в военной сфере, а политическое, экономическое, энергетическое, значение, особенно важно, тоже. И это совершенно понятно. Это логично и это почти наверняка правильно. Пока, пока, насколько я могу судить, на взводе всего, что мы здесь знаем, я вижу никаких признаков того, что предстоит в предстоящем, в ближайшем будущем, прекращение вот этой западной помощи. Вот этого я себе, еще раз, на основе того, что мы сейчас здесь знаем, вот этого я себе не могу, не могу себе представить никак, потому что все-таки, ну, это тоже, естественно, субъективное впечатление. Все больше и больше политиков на Западе убеждаются в том, что Путина либо остановит сейчас в Украине, либо непонятно где. В Варшаве или в Хельсинки или вообще в Берлине или где. И поэтому я все-таки надеюсь, что эта помощь в Украине будет не только превращаться, а увеличиваться. Вот сегодня я, например, мы слышали СМИ о том, что Германия, которую резко критиковали, кстати, с недостаточной помощи, все-таки больше предоставляет Украине, чем то с их пор было известно. Да, и дают больше денег, так ли, потому что это тоже ясно, в том числе экономической помощи, запада Украина рухнет чисто экономически. Да. Что касается вот чисто в военной сфере, ну, тут, главный командующий военно-важенными силами, естественно, это лучше всех нас знает. И я до этого, вот с моей точки зрения, тоже ничего не вижу, что может оповернуть его оценку, естественно. Насколько вот эти 200 тысяч мобилизованных, о которых вы говорили, могут повлиять на ход событий, на театре военных действий, это поживем, увидим, нечестно говоря, кажется, но это, конечно, очень много, это много людей, да? 200 тысяч человек, это, ну, действительно, большой город уже. Но мне дает определенную надежду тот факт, что это в узорном неподготовленные люди. Или плохо подготовленные, потому что нельзя жить, я не знаю, из учителя или чиновника какого-то, или фухкартера, или кого угодно. За несколько недель делать солдат, это невозможно. Спасибо, спасибо, господин Малик. Евгений Алексей Арестович в НТП Марку Фегину заметил, что часто западные аналитики ошибаются в своих прогнозах, потому что они в состоянии просчитать потенциал, подготовку к тому или иному акту, например, к войне, но не в состоянии просчитать намерение, в какой степени есть готовность к совершению некого акта, да? То есть то, что называется в преступлении субъективная сторона. То есть то, что касается субъективного подхода к совершению преступления, как бы субъективизации преступления. Вот насколько российская общественная вот эта вот матрица готова сейчас к новому витку агрессии в виде 200 тысяч мобилизованных, это не просто 200 тысяч мобилизованных, это новая волна гробов. И, безусловно, с каждым новым месяцем потери России они будут, конечно же, расти. И в ближайшем приближении скоро окажется, что у всех граждан России есть там знакомые, родственники, друзья, которые погибли на войне против Украины, абсолютно бессмысленные. Вот готова ли сейчас российская система, путинская система к подобному вызову? Ну, мы с вами всегда разуждаем с точки зрения здравого смысла. По отношению к Путину это совершенно глупое занятие, потому что он действует совсем в другой парадигме. Теперь, что касается, вот вы назвали интервью Залужного, но я хочу сослаться еще на одно интервью. Это генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука, который он дал телеканалу Sky News. Он там тоже сказал, что Россия может начать наступательную операцию, причем в территории Беларуси. То есть это уже два таких факта. Я думаю, что это вполне реально, несмотря на то, что действительно я согласен с господином Маликом, что вот эти мобилизованные абсолютно не подготовлены, если сравнивать с тем, что произошло год назад. И мотивации такой нет. Что касается настроений в российском обществе, то там настроения разные. Там есть люди, которые разочарованы в Путине, считают, что он действует недостаточно жестко. И вот такой вот рывок новый, может быть, воспринят там именно этой части общества, как реванш, как какой-то месть за то, что провалилось год назад. Так что я думаю, что вот такая идея найдет применение в части, во всяком случае, эстеблишмента. Что касается рядовых людей, то вряд ли. Потому что вот эта первая мобилизация показала, что отношение к ней в основном отрицательное. Многие военнообязанные покинули территорию России, уехали в разные страны. И потом, кто не хотел, каким-то образом уклонялись, потому что они были прописаны не там, где они живут и так далее. То есть нельзя сказать, что эта мобилизация вызвала такой вот приятный какой-то ажиотаж, но вызвала такое недовольство в массах. Потому что когда, извините, профессиональная армия воюет, это один разговор. Когда уже она опирается на рядовых россиян, это совершенно другое. Но нет, я уже говорил об этом, еще раз повторю, в России до сих пор нет запроса на антивоенную какую-то риторику. Чтобы просто вот встали эти матери и сказали, нет войне как таковой. Такого нет, и я не вижу тенденции, чтобы как-то настроение менялось на антивоенное, на какую-то такую вот позитивную повестку. Так что я думаю, что если вот это произойдет, то в российском обществе это найдет даже какую-то поддержку. С другой стороны, то, что Залуженный, можно сказать, сыграл напережение, это все озвучил, это не говорит о том, что Путин откажется от этой идеи. Возможно, он перенесет на более поздний срок, чтобы не сказали, что вот все совпало. Но я не думаю, что он полностью откажется. Но смысл этого интервью в том числе в том, чтобы заранее это все опубликовать, сказать, что потом не было никаких неожиданностей. И тем более, зная уже прошлый опыт, когда в прошлом году, то есть это не в прошлом году, это в этом году, в начале этого года, писали западные газеты, что Россия нападет на Украину. И многие скептически к этому относились. Теперь я думаю, что вот эти скептики уже по-другому воспримут такую информацию. Спасибо, Евгений. Господин Малик, вот передо мной здесь статья на экономической правде. Вот эта статья. Эта экономическая правда, она выпускается украинской правдой, вы знаете, которая когда-то основала убитый в начале 2000-х годов известный украинский журналист, очень талантливая Гангадзе. Так вот, вот эта экономическая правда, на этот сайт экономической правды вышел блог Андрея Пышного. Андрей Пышник, если кто не знает, это бывший руководитель украинского Ощадбанка, до этого депутат партии Батькевщина. В качестве руководителя Ощадбанка Пышина сделал очень много. Это государственный банк, он его реформировал очень хорошо. И, ну, вам это вряд ли видно, безусловно. Но действительно, Ощадбанк образца 14-го и Ощадбанк образца 22-го, два разных Ощадбанка, это заслуга Андрея Пышника. Соответственно, сейчас Андрей Пышник возглавляет Национальный банк Украины. И он вместе со своей рабочей группой провел некое исследование, которое показало очень интересные цифры. В частности, за время начала, с момента начала полномасштабной российской агрессии, украинцы в Польше заплатили 10 миллиардов злотых, что является примерно 2,4 миллиарда долларов налога. Что больше, чем объем прямой помощи Польше к украинцам, проживающим на территории Польши? Я подчеркиваю, да, потому что, если мы говорим о дотации, да, о временном единоразовом материальном обеспечении. Дальше, что интересно. За время вторжения 15 миллионов украинцев покинуло Украину, из них 7,5 вернулось, 7,5 продолжают проживать на территории Европейского Союза. Что интересно, по оценкам специалистов, по оценкам специалистов краткосрочный эффект для бюджета Европейского Союза от украинской миграции составляет примерно 30-37 миллиардов евро или 0,2 от ВВП Европейского Союза. То есть достаточно прилично, можно сказать, достаточно прилично. Более того, вы знаете, что традиционно долгие годы огромное количество украинцев, проживающих за рубежом, спонсировало свои семьи, которые оставались в Украине. Это был очень важный приток валюты для Украины, для стабилизации украинской гримны и для балансировки, да, то есть как бы валютного баланса страны. Вот с начала российской агрессии наблюдается интересная история, когда украинские мужчины, которые не могут покинуть страну из-за военного положения, потому что они военно обязаны, они помогают своим женам, семьям, которые живут на территории Европейского Союза. То есть и в этом направлении идет приток, как бы приток средств Европейского Союза. Таким образом, цифры показывают, что украинцы вовсе не на хлебнике в Европейском Союзе. Это люди, которые в большинстве своем уже встроились в некую социальную матрицу и даже поддерживают бюджеты европейских стран. Мы видим на примере Польши, что украинцы с каждым месяцем все меньше украинцев являются социально зависимыми и все больше являются донорами бюджета, не рецепентами, а донорами. Господин Марик, вот это такая статистика. У меня нет под руками статистики по Австрии, но из тех людей, скажем так, вот я миграцию в Австрию подразделяю на два типа. Первое – это миграция людей, которые давно были в Австрии. Естественно, они занимаются общественным активизмом и так далее, и так далее. Но вы понимаете, о чем идет речь, они организовывают мероприятия, они там сидят на грантах и прочее, и прочее, и прочее. У меня специфическое к этому отношение. Но вторая категория украинцев, которая приехала с начала войны и реально трудится в Австрии, зарабатывает деньги, платит бюджеты и так далее. Платит налоги бюджета. Вот каково отношение сейчас в Австрии вообще к украинским беженцам, к противостоянию Украины с российской агрессией, с российскими оккупантами. И самое главное, выравнивается ли доля влияния, скажем так, российского бизнеса и украинского в Австрии? Потому что традиционно российский бизнес в Австрии был очень силен, и это влияло на австрийскую политику. Идет ли выравнивание украинского бизнеса по отношению к российскому в Австрии? На последний вопрос ответить мне очень трудно, потому что для этого нужны какие-то конкретные данные, цифры, и я такими не располагаю. Но я почти уверен, что их вообще нет. Или, может быть, где-то они есть в недрах австрийского центра банка, но я никаких публикаций об этом не видел. Это уже, я и боюсь, что это будет достаточно трудно узнать. по многим причинам. Все начинается с того, что надо определить, что такое украинский бизнес, что такое российский бизнес, потому что, ну, украинцев, естественно, не очень, но у россиян больше. Есть такое, что у них уже есть давно, может быть, австрийское гражданство. То есть они формально, они перед законом считаются австрийцами. Вот они, может быть, или, скорее всего, по-прежнему, по-своему бизнесу связаны с Россией, или с другими постсоветскими республиками. Поэтому, как это определить? Чисто методически это будет трудно. Вот это выявив. Во-вторых, что касается отношения к украинским гражданам, ну, я на днях видел статистику, согласно которой сейчас в Австрии превысит на 80 тысяч. Да, и, ну, это, сейчас много или мало, об этом можно долго спорить. Вы знаете, это для Австрии не первый раз, что она принимает относительно много людей за относительно короткий срок. У нас, в смысле, после Второй мировой войны, вот таких потоков для женщин было нисколько. В Австрию или через Австрию. Господин Малик, я уточню, смотрите, здесь я немножко понимаю австрийский менталитет, точнее, думаю, даже хорошо очень понимаю австрийский менталитет. Австрийцы, они очень несентиментальные люди. Как немцы, это люди, которые постоянно калькулируют. Ну, это мое такое восприятие. Мне кажется, что все-таки, учитывая, знаете, вот беженец, беженцу рознь. Все-таки особенность украинского беженца в том, что он сразу стремится встроиться в некую, ну, общественную систему. Я не буду приводить примеры других беженцев, которые, приезжая, они первое, что делают, садятся на пособие. Все-таки украинский беженец это тот беженец, который, как минимум, уже сразу начинает учить язык, как максимум уже находит работу, либо если у него есть деньги, инвестирует в бизнес, там, тратит и так далее. Не говорю про политиков, олигархов, которые ездят в Австрию, а говорю про обычных людей, которые тут же хотят чувствовать себя полноправными гражданами, а не заставлять других, чтобы, грубо говоря, себя уважали. Ну, если это так, то это просто прекрасно. Ну, я считаю, и скорее всего это так, но я считаю, что сейчас однозначно рано уже судиться. Мы не можем подвести уже какие-то, хоть помню, шуточные итоги о людях, которые приехали в Австрию несколько месяцев или, может быть, только несколько недель тому назад. Вот об этом судиться это однозначно рано. Кроме того, извините, как я сразу, состав, так сказать, вот этого потока украинских беженцев с теми беженцами, которые, ну, особенно в 15-м году, когда была очень большая вольна беженцев из Ближнего Востока, вот это сравнивает, это, по сути, совершенно разные вещи. Потому что украинцы, это в первую очередь, это женщины с детьми. И все эти люди мы видим, что есть совершенно другие условия, совершенно другие. поэтому я не скрою перед вами, но вы это скроете, вы и так знаете, что в австрийских СМИ шутки каждый день какие-то сообщения о каких-то инцидентах с афганцами, с африканцами, с чеченцами и так далее, которые, которые, я не знаю, кого-то изнасиливали, кого-то, как разграбили, где-то троговали оружие. В отношении украинцев такого практически пока нет. Наоборот, были сообщения о том, что они оказались в общерах разных преступлений, причем не австрийцы, в первую очередь, а какие-то афганцы. Вот и такое было. Но что я тоже не скрою перед вами, заключается в том, что для определенной, если не большой, части австрийского населения, все эти пижинцы, иностранцы, это все одно. Они не очень различают. Вот тут украинцы, и там афганцы, и тут африканцы. Для них это все просто иностранцы. И они, то есть эти афганцы, их просто не любят. Или даже ненавидят. Вот есть такое. И не надо об этом молчаться. Об этом надо откровенно разговаривать. Спасибо. И дедайцам, мне что это сказать. Вот это право популистское, так называемое, как она себя называет, партия свободы, которая играет вот на всех этих подлеворечьях, в многих и всех, но в некоторых социологических вопросах на первом месте уже. Есть такие вопросы, которые, согласно которым, вот за эту партию голосовали сейчас 30%. 30%. Такого количества голосов эта партия на выплах никогда не получала вообще 10-летие лет. И сейчас на фоне вот того, что люди видят или думают, что не видят, то есть приток огромного количества людей из Саруфиша, они же, ой, надо как-то остановиться, и мы это остановим тем, что мы голосуем за эту партию. Спасибо, господин Малик. Евгений, вопрос к вам. Вот смотрите. Германия действительно проделала очень такой важный длинный путь, но во многом требования к Германии неприори больше, чем к Австрии. Потому что Австрия замечательная страна, чудесная, прекрасная, но скажем, к Австрии ну Австрия в масштабах Европы не играет, не имеет того влияния, которое имеет Германия. Потому что Австрия просто такой сильный финансовый центр, самая комфортная страна в Европейском Союзе для проживания, но точно не самая влиятельная страна. Германии постоянно апеллировали как стране, на которой держится Европейский Союз. Вот Германия проделал некий такой путь в своем отношении к тому, что происходит сейчас в Украине, к российской агрессии, к диктатору Путина и так далее. Вот скажите, понятно, что до сих пор, несмотря на 30 лет, существует по-прежнему Восточная Германия и Западная Германия с точки зрения общественного мнения. То есть понятно, что ФРГ поглотила ГДР и ее интегрировала, но все равно мы понимаем, что в Восточной Германии есть некая симпатия латентная к советскому прошлому и так далее. Вот в какой степени германское общество сейчас едино вокруг поддержки Украины против российской агрессии, против агрессора Путина и как меняется общественное мнение Германии именно в этом разрезе с течением и развитием вот этой войны. Ну вот я как раз в контексте вашего вопроса хочу процитировать министра юстиции Бушмана он сказал, что вот в своих выступлениях Путин сам на себя дает показания, то есть он там признался в том, что например удары по украинской инфраструктуре являются намеренной тактикой и мне кажется это очень важно для формирования общественного мнения хотя и так здесь в Германии все прекрасно понимают, что агрессором является Россия и в основном все симпатии на стороне Украины но есть вот как и в Австрии в Германии тоже есть правопопулистская партия альтернативой для Германии например когда принималась резолюция по Голодомору они голосовали против так же как и левые то есть есть люди которые к сожалению до сих пор симпатизируют России но их слава богу меньшинство что касается рядовых немцев то я думаю что они все на стороне Украины и как бы Россия не пыталась тут организовывать какие-то велопробеги и прочие мероприятия никакого резонанса широкого здесь это не имело так что я считаю что правильно все идет но совсем недавно опять Шольц сказал что он считает что дипломатический вот этот механизм не был полностью ущерпан и он считает что это еще возможно причем вот он кое-что новое сказал в этот раз он сказал что это может быть даже за столом переговоров очных не только по видеосвязи мне кажется что это такая вот наивность или может быть неполное понимание ситуации потому что все прекрасно понимают что сейчас говорить о каких-то мирных переговорах просто невозможно и вот его эта упертость Шольца у меня вызывает какие-то такие вызывает неудомения потому что я считаю что вот этот дипломатический уже потенциал полностью исчерпан и опять вот ввязываться в это снова это просто бесперспективно господин Малик у меня вопрос будет к вам вот мы возвращаемся к потенциалу российской агрессии нового витка против Украины ну опять же как правильно сформулировал заложные вообще надо сказать что Украине очень повезло с главнокомандующим и верховным главнокомандующим естественно и заложным и с президентом Зеленским потому что ну действительно никто не знает как бы пошла история если бы два этих человека выдающихся они не были при власти да это конечно сыграло их место в истории но безусловно если они сыграли огромную роль в защите интересов и бородоспособности Украины так вот говоря о потенциале развития российской агрессии и так далее вот господин Малик вы неплохо знаете Россию как вы считаете в какой момент Россия все-таки может надломиться ведь понятно что Украине тоже тяжело Украине очень сложно понятно что украинские города они периодически погружаются в темень но вот этот энергетический террор России он происходит несколько недель и я могу сказать что безусловно некоторым людям тяжело наверное тяжеловато тяжело всем но люди терпят и терпят с полным пониманием что необходимо бороться с российской агрессией необходимо выиграть эту войну против диктатора Путина потому что только победа в войне может обеспечить уход Путина от власти если не уход Путина от власти но отбить желание Путина снова идти с агрессией снова идти с агрессией против соответственно снова идти да я прошу прощения снова идти с агрессией против Украины так вот господин Малик как вы считаете вот да и чему я это говорил что вот украинское население понимает ради чего украинцы борются и готовы терпеть в том числе российский энергетический террор в то же время российское общественное мнение не понимает зачем эта агрессия против Украины и да большинство могут поддерживать эту агрессию но они не готовы страдать ради поддержки этой агрессии это совершенно две разные позиции украинцы готовы действительно стоять на своем понимая что мы не должны победить у россиян такого нет когда на ваш взгляд российское общественное мнение может надломиться и психологически уже российская власть не сможет принять решение решения агрессии то есть по сути повторится то же самое что в начале 90-х с советской властью когда и партия и КГБ и Министерство внутренних дел СССР они рухнули потому что они психологически оказались не готовы оборудоваться с людьми я имею ввиду ГКЧП как вы считаете это тоже не один вопрос вопрос тут несколько в том числе очень сложный мы раньше об этом уже разговаривали и с тех пор по моему ситуация не очень изменилась по моему мнению общественного мнения как такого но как как оно существует скажем в Европейском Союзе и как оно существует в Украине я бы сказал в России его нет потому что чтобы сформировалось вообще нечто но всего этого в России нет нет вовсе во время каких-то дискуссий общественного мнения в России я часто думаю о том что когда Фестис Эра появился первый институт изучения общественного мнения он появился в 87 году а не раньше почему потому что до этого общественного мнения которое сослужило без изучения не было просто это правящая доктор еще компартия говорила себе и стране и миру что какое общественное мнение мнения народа совпадает полностью с линией партии что тут надо изучать изучается линию партии и таком образом понимается все настроения все мнения народа потому что нас полностью все совпадает и видимо во второй половине 80-х им как-то все-таки даже в Кремле пришло голову что это не совсем так что этот старый подход уже не сработает и поэтому решили создать институт институт который действительно потом стал заниматься общественным мнением но тем не менее потом были эти достаточно хаотические диванности то там можно это не говорится об общественном мнении но потом пришел как известно Путин и убирал все это очень слабо но хоть немножко демократические в кавичках в России и таким образом по моему мнению может есть другие наверное есть другие социологи политологи пожалуйста но мое мнение заключается в этом что общественные мнения по сути не может быть ни в демократической стране или если каким-то большим трудом можно такое мнение определить то оно не совпадает с тем что в демократических странах считается общественным мнением поэтому вопрос когда вернется демократическое общественное против Путина для меня вопрос как-то я не понимаю как его изучать как человек с дипломом политолога я не совсем понимаю как это делать чисто по логике это даже если допустим допустим убираем вот все мои сомнения да и считаем что в России есть общественное мнение что можно таким образом можно каким-то социологическим способом определить хорошо ну и что разве кто-нибудь думает что Путину действительно интересно какое-то общественное мнение разве кто-нибудь действительно думает что Путин ставит зависимость в свое решение по любому вопросу от какого-то мифического общественного мнения это автокад вы его всегда называете диктатором а диктатор не интересуется общественным мнением вот на то он и диктатор спасибо спасибо господин Малик Евгений последний вопрос у меня к вам он касается Белоруссии вот все в ожидании собственно встречи Лукашенко и Путина результатов встречи Лукашенко и Путина есть много свидетельств того что Беларусь готовится к агрессии против Украины но Алексей Ристоевич например считает что это скорее имитация которая нужна России для того чтобы оттягивать внимание украинских войск часть украинских войск на белорусское направление тем не менее знаете я вот например не верил что будет полномасштабная российская агрессия против Украины потому что я считал что это просто Россия в любом случае проиграет это будет гибельно для самой России абсолютно нелогично потому что единственное что добилась Россия это консолидация украинского мнения и полного искоренения пророссийских настроений и пророссийских политических сил поэтому был уверен что Россия не совершит самоубийство напав на Украину но имея как пример это нападение я вот думаю что вполне вероятно и Беларусь может напасть на Украину тогда мы уже будем конечно говорить о другом характере конфликта тогда это будет точно не просто региональный конфликт это будет континентальный конфликт вот как вы оцениваете вероятность нападения Беларуси на территорию на территорию Украины и собственно на ваш взгляд насколько это интенсифицирует изменит форсирует поддержку Западом Украины ну сам факт того что Путин лично едет встречаться с Лукашенко этого не было с 19-го года говорит о многом я так думаю что он действительно едет не просто так а надавить на Лукашенко чтобы втянуть Беларусь уже в полномасштабную войну и к сожалению мне кажется что у Лукашенко не получится как-то соскочить с этой темы и уйти куда-нибудь в сторону потому что Беларусь зависимо материально от России если Путин ну прикажет или скажет что нужно Лукашенко просто не сможет возразить и отказаться так что это вполне реально я считаю что нужно просчитывать абсолютно все варианты в том числе и вот это другое дело что мне кажется что украинская армия уже подготовилась к этому и вот на границе с Беларусью там уже заминированы ходы то есть там уже все готово так сказать в кавычках к приходу неприятия так что даже если это будет осуществлен этот план с территории Беларуси то он обречен на провал но это может быть действительно какой-то информационный вброс как вы сказали отвлечение от других вещей но нужно быть во всеоружии и готовиться к разным вариантам в том числе и к этому потому что возникает вопрос а с какой задачей с какой целью Путин едет к Лукашенко если не с военной это совершенно очевидно что сейчас они не будут решать какие-то экономические вопросы хотя для Лукашенко это важно я думаю что речь идет именно о вовлечении Беларуси но тогда как вы сказали только что это уже уже это расширяет все и тогда Лукашенко попадет под более еще мощные санкции так же как и Путин но он заложник Лукашенко он не самостоятельная фигура поэтому говорит о том что он может принять какое-то такое вот волевое решение скажет нет но это очень мало очевидно Евгений Кудрец Мартин Малик были сегодня моими гостями спасибо уважаемые друзья за то что смотрели это интервью Продолжение следует...